И с вами вновь элементарная трива. Это самые простые и подготовленные путешественники Казахстана. Дэн! Фу, холодно. Фу, мокро. Фу, жарко. Андрей! Андрей, где мы? Ой, я не знаю. Я даже не подозреваю, где мы. Опять потерялись. Телефон трактора не видела? Олька! А где наш коттедж? Где фреши? Где лаунч-зона? Поехали? Поехали! А как же я? Опять забыли. Приехали на Чингильды. Погода, как всегда. Неделю стояла полная жара, невозможная жара. Дождик даже прошел сейчас. Обалдеть. Но есть надежда на то просветление, если видно. И, короче, мы уже искупались. Мокрые все. Такие сухие. Да, сухие. Ну, так сразу не скажут, что мокрые. Да, мокрые, мокрые. Честно купались. Вода. Так себе. Пляж. Так себе. Ну, Чингильды, но вы знаете. Народу много. На какой насосной мы стоим? Да, на какой-то. Точку на это место мы поставим. Кстати, очень классные места, наверное, для рыбаков. Потому что рыба есть. Она есть. Рыба есть. И с ночевкой сюда офигенно ездить. Очень удобно. Ну, зато народу, кстати, меньше, чем на золотых песках. Я к чему. Мы покупались и решили, пока погода так себе, половить рыбу. Да, мы будем рыбачить. Этой удочке лет 12 или 13. Она еще практически не тронута. Не, ну мы пытались. Пару раз наилей. Все делаем по книжке. Так, это кот кукуруза. Она нанизана на крючок. А дальше что? А дальше, я думаю, нам нужна вода. Так. Она такая короткая или достойная? Я мог бы вести курсы, как не надо ловить рыбу. Вообще? С моими курсами все рыбки из Казахстана выживут. Да. Были бы целые, здоровые, росли бы поколениями целыми. Не, правда, смотрите, волны поднялись. А вон люди правильно рыбачат. Они ставят закиды и просто ждут. Ждут, понимаешь? Ждут. Голосуем. Что поймается на кукурузу? Не поверите. Там кто сидит, смотрит. Они что-то хихихи-хихи пальцем показывают. Реально, смотрите. На заднем плане тут прыгает. Ты отсоединил? Не туда, куда хотел, конечно. А она вообще приземлилась в воду? Да. Ну честно, я хотя бы в воду попал. Ставьте лайки за попадание в воду. Ну что, что делаем? Ждем. Реально ждем вообще? Да. В этом что, в этом рыбалка заключается? Да. Просто ждать? Да. Я, может быть, конечно, что-то не понимаю. Может, я как-то обошел это, как-то не прошел это. Ну вот, допустим, на Балхаше, да? На Приозерске. Ну, вы помните, в видео, кстати, ссылка будет сверху. Мне там понравилось то, что там рыба ловилась просто вот так вот. Раз, два, три. А тут стоит... Опа. Тянет. Что делать? Тянуть. Ну-ка, ко мне, ко мне. Пошла, пошла. Кажется, поймали впервые что-то на кукурузу. Смотри. Опа. Мы на кукурузу поймали кукурузу. Что можно поймать на кукурузу? Ну, что, мы это и будем есть сегодня? Да. Наш улов. Что поймали, то и съедим. Я не буду эту кукурузу есть. Все, обустроились. Поставили наш тент. А, тент у нас переходит из поколения в поколение. Это еще СССР. Тут используются лыжные палки. Вот они. Тоже СССР. А веревки уже, конечно, купленные. Не СССР. А так, конечно, хотелось бы приобрести очень маркизу вот эту. Но мне она тоже нравится. Но что-то цены на нее какие-то бешеные. Может, подскажете, где можно взять хорошую? Где-то, я думаю, 3 на 3, где-то так вот метра. Думаю, больше не надо. Чтобы уж совсем элементарно путешествовать. Да. Короче, этот тент мы используем только на Копчагае. Потому что он белый. Я ничего против белых не имею тентов. У нас есть еще черный тент. Зеленый. А, зеленый. Не белый. Дождевой. Короче, у нас есть еще огромный тент. Он 4 на 3, по-моему, огромный. Но он дождевой. То есть, в Копчагае, когда под солнцем палящим, под ним очень жарко. А под этим сам АТО. Так что, такой страшненький, но очень полезный. Прямо как про себя сказал. Судя по нашему внешнему виду, сейчас начинается самая наша любимая часть любого путешествия. Еда. И сегодня мы будем готовить пойманную кукурузу. Ну, вы помните, как мы ее поймали. Легко, просто. Что можно кукурузу поймать? Кукурузу. Расскажу очень интересный секрет мексиканской кукурузы. Готовки. Рецепт. Мексиканской? Да. Кукуруза по-мексикански. Ариба! Казахскую кукурузу хочу. Нет. Не, ну может быть и так. Мы-то не были в Мексике. Может, там все время так, когда кукурузу продают, такие... Ариба! Да-да-да, вот именно так. А где рыба? У нас сегодня будут стейки, говядина. Кстати, настоящие стейки. Курица, рулетики и жареная кукуруза на гриле. Вообще все будет на гриле. Я так понял, мы дня на два, да, приехали? Судя по количеству запасов еды. Да-да-да. Итак, для кукурузы по-мексиканске нам понадобится майонез, немного соли, немного перца, паприки. И все это перемешиваем и обмазываем кукурузку. Профессиональный обгрыз. Это для ребенка. У нас минус еще один зуб. Лето – это кукуруза. Стейки немного солим, немного перчим. И все, и на гриль. Так. Апофеоз. Стейки после жарки отдыхают. Прожарка с кровью. Какая получилась. Ммм. Ну давай. Полетели. Нежно, мягко, вкусно, быстро, легко, элементарно. Пошла курочка. Ну и знаменитая курица. А то я еще. Она бесподобная, как всегда. Ну, вы знаете. А что было лучше? Лучше был толоколь. Стейки мы брали в магазине, всем известном супермаркете, большом. Там сейчас просто акция, и вы можете за 3,5, что ли, тысячи, где-то так, за килограмм, взять стейк. То есть стейк вытягивает где-то на 1100-1200 тенге. В принципе, большой кусок мяса. Вот так можно ест на одном человеке. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ух, какие лапки прикольные О, она даже прыгать уже не хочет Ее чешут, ей хорошо Иногда лягушке завидуешь Как дела? Поцелуй Вдруг она превратится в принцессу Ну, поцелуй Ну, что мне с ней делать? И помните, на отдыхе сохраняем социальную дистанцию и соблюдаем масочный режим, но до маразма не доводим Где моя рыбацкая девушка? А? Жена рыбака Рыба есть? Я наду, что ловить ловить Да ладно Я тебе об этом говорил Вот мне вещи не верят Я говорю Я старалась Ничего не поймаем Я скептически всегда настроен Но иногда это помогает Ты что, упала прям в воду? Нет, я прям в воде стояла и ловила На что? Ты удочку брала хоть? Да Ну, хорошо Так что мы вот такие вот Подскажите, может быть, есть какая-то альтернативная такая штуковина Ну, кроме кукурузы На которую можно наловить рыбы Как тебе день? День удался Вот честно удался Давно так не отдыхал Целый день ничего не делать Что мы хотели показать этим видео? То, что у нас остались еще те места, куда можно приехать с ночевкой, отдохнуть Просто насладиться Большими территориями Большие территории Не будет машина к машине Потому что городские все пляжи, Копчегайские, они все забиты Все забиты, несмотря, кстати, на карантин При этом сюда можно без проблем проехать даже низколетки Здесь очень большие территории Можно заниматься рыбалкой Можно купалкой Можно готовкой Чем захотите И точку на это место мы обязательно поставим под видео Но это, учите, это точка Она обширна От точки сюда можно проехать тут, выбрать любой пляж на любой вкус Без проблем, элементарно Да, как всегда элементарно, все просто Ну, а вам всем здоровья Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok